Свою первую муниципальную субсидию на развитие бизнеса предприниматель Татьяна Кривонос получила в конце прошлого года. Тогда она не подозревала, что денежные средства в размере 500 тысяч рублей ей пригодятся весной этого года. В тяжелое для бизнеса время, когда в связи с эпидемиологической обстановкой она была вынуждена прервать работу своего частного детского сада. Субсидию потратила на оплату аренды помещения. Мы очень благодарны администрации во главе с главой за эту помощь. Помогла администрация нам не закрыться в этом году, потому что мы долго боролись за снижение арендной ставки. Нам снизили ее на полгода в размере 50%, но для этого нам потребовалось оплатить несколько месяцев полностью. Переживали родители, потому что детки привыкают к тому месту, куда они ходят, они привыкают к воспитателям. Мы не потеряли наш коллектив, все это время мы платили зарплату. Наличие в муниципалитете субсидий для бизнеса – один из показателей высокоэффективной работы администрации. Ежеквартально Московская область проводит мониторинг и выставляет оценки округам. В третьем квартале 2020 года Ленинский городской округ вошел в топ-10 регионального рейтинга в отношении условий для ведения предпринимательской деятельности. Сейчас, например, разыгрывается конкурс на распределение субсидий в размере 2 миллионов рублей. Участвовать в данном конкурсе могут предприниматели, у которых социальный бизнес, коммерческие детские сады, частные клиники и так далее. И также предприятия, которые в этом году приобрели оборудование для улучшения своей предпринимательской мощности. Также в этом году было принято Советом депутатов решение о представлении о срочке на аренду земельных участков и помещений, которые предоставляются муниципалитетам. В октябре месяце было второе решение по этому поводу. Принято расширить АКВЭДы именно для тех предпринимателей, которые могли бы воспользоваться этой услугой. Сегодня на территории Ленинского городского округа зарегистрировано более 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что является высоким показателем по области. Во многом на качество условий для предпринимательства в муниципалитете повлияло создание торгово-промышленной палаты. В ее рядах сейчас более 50 коммерсантов. Вступив в торгово-промышленную палату, мы планируем развивать связи, возможные цепочки, посмотрев, куда мы можем встроиться с точки зрения производственных своих мощностей. Я сталкивался с введением и в Москве бизнеса, здесь более такое человеческое отношение. Соответственно, видимо, люди ценят каждый бизнес, который присутствует на их земле и, соответственно, понимают, что нужно его развивать. По вопросам ведения предпринимательства, его собственники могут обращаться и в Единый областной центр защиты и поддержки бизнеса по номеру 0150. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Видное ТВ.